Вот, есть небольшие швейные предприятия, ну и конечно же, долгое время завод был градообразующим, то есть вся социальная сфера держалась на нем, но сейчас появилась эта ситуация, и нет уже у нас моногородов, но вышло постановление правительства о том, что некоторые районы объявлены территорией опережающего развития. Например, Тор, вот в эти районы вошел Тутайский район с городом Тутаев, Ростовский район, например, с городом Ростовом Ярославским, или как сейчас уже чаще говорят, Ростов-Великим. Ну, чего создают Ростов? Конечно, приниматели имеют резервенцию, то есть, ну, это относительно налога. Предприятие, одно из таких предприятий, созданное недавно, это завод по изготовлению марушиного, айсбери. Ну, и планируется открыть еще несколько вот таких приблизительно предприятий, в которых работали бы наши местные жители, потому что, конечно, работать уезжают уже и в Рыбинск, и в Ярославль мы ровно посередине, там заплату и выше, ну, и работают вахтовым методом в городе Москве. Вот это то, что касается современного города Тутаева. Но мы сейчас, конечно же, в прошлое обращаемся, да, и свяжем это с современностью. Первый вопрос, который возникает, где наш мост, да, когда он упал, где он рухнул, это место, которое обозначено или его нет. На карте схемы вы увидели, да, паромная переправа. Парома мы тоже не наблюдаем, все-таки 30 метров, но мы бы, наверное, его заметили, мимо не прошли. Два года он отсутствует, ну, и пандемия тут сказалась, и, конечно же, отсутствие денег. Мы просто не можем нанять его, арендовать ни в Ярославле, ни в Рыбинске. Поэтому только лишь маленький теплоходик Борис Кустовик, он уже работу свою скоро заканчивает. И, конечно, еще и такси, который не должен быть. В городе никогда не было моста. То есть две части одного города связывают лишь нить переправы. Зимой она пешеходная, если Волга промерзает, бывает так, что и теперь уже меняются климатические слои. Один год она не замерзнет. Ну, а вот летом эти цель, которые я назвала, а это если мы путешествуем вот на Липпике, а у кого есть транспорт только через Ярославль? Два моста того, что в районе уже строят их веке. То есть вот та левобережная часть фактически отрезана от той части города, где все административные здания. Вот так и вольерная часть. Но из 40 тысяч населения на той стороне проживает лишь 5 с небольших тысяч человек. То есть этот район депрессивный. Но у нас есть планы. Вот если вы приплыли из Нижнего Новгорода, то замечательный такой проект. В городе Новгороде это, в общем-то, развлекательное такое мероприятие, потому что есть мосты, есть средства переправы через реку. А у нас, да, канатная дорога как единственная переправа. Вот мы идем к вывеске со старым названием старого города Романа Бориса Глебс. Отсюда начнется движение на ту сторону. Есть заложены сметы, отпущены деньги, есть проект, повторяющий вот именно проект Нижегородской канатной дороги, Нижегородской канатной дороги. Нижегородской канатной дороги понравился и области, и района, и города. Ну и, как нам сказали, где-то через пару лет, но это было до вот всех событий, но возможно, да, что действительно осуществится, и вы потом сможете попасть на левый берег. При большом желании. Надеемся на это все. Конечно, вот мы увидим, да, со смотровой площадки, что там интереснее для туриста. Больше сохранилось храмов, старых домов. Здесь уже проходит, наблюдаем, на дамырежной меняется картинка. Новостроев много. Ну, людей понять можно. Хочется жить комфортно, не ремонтировать старые дома. Вот, например, да, ремонт старого дома. Вот такой дом снесен, появляется новый осыглечок. Меньше разницы, да? Конечно, меньше. Да, и так давно провели газ. Вот мы видим эти желтые столбы, разветвление к дому. И здесь еще остановочка. Отпишемся, соберемся. Вот он. Френд, единственный живой френд. У нас есть вот такая френдер. Внизу Романовская речка. Видим мы еще здесь живую. Сфотографируем. Рядом с ней сфотографируемся сами. Итак, Романов Борисоглес. Почему двойное название? С 1918 года Китая. А вот это название тоже только лишь с 1822 года. До этого-то что было? Было два города. Разных, независимых экономически друг от друга. Вот на этой стороне Бориса Глебс, а на той Романов, раз изолировано существует, то тоже мост не особо был нужен. Потому что напротив каждого частного домика в то время стояло свое частное средство передвижения. Это, конечно, лодка. Но куда же было бы без лодки? Две минуты ты на том же ритме. Ну, а советское время переезд, как вспоминают те, кто застал это время, стоил и на пароме, и на теплоходе, на метеорах, которые ходили каждый час, сейчас только один раз в день. Ярослав в рее того чередливы как-то, 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 да, он стопил, стопил. Действительно, вот вообще, кажется, эта сцена смешной. Ну, вот поэтому, конечно, и не было необходимости что-либо строить. А потом времена изменились, но никто же об этом не мог догадаться заранее. Итак, Бориса Глебск основан в середине XIII века, бежавшими татар-ярославцами. Ярославль уже был захвачен татарами. И спасали люди не только свою жизнь, но и свою веру. Они бежали темными, дремучими лесами, непроходимые были эти места, только вдоль берега. И чем выше берег, тем что? Безопаснее. Это нам вот тяжело, трудно. Но туристов-то они же не думали. Думали о собственной своей жизни, своей безопасности. Поэтому здесь построили дома, конечно, прежде всего, церкви, потом вокруг дома. Возникает небольшой фигур, звалось Слобода. Вот, смотрите, Слобода, потому что храм-то был в честь самых первых и самых почитаемых цветов. Бориса и Глеба. Потом Слобода захватывает вот следующий поселение, как у нас трубочка, да, идет. Ну, давайте вернемся к тюрьму. Следующий князь. Ярослава Мудров, а вот у нас уличский князь Роман. Он увидел, что на противоположном берегу уже живут люди с середины 13 века. Он строит свое поселение в конце 13 века. И тоже, чек направо, чем выше берег, тем лучше. Вот это князь Роман уже понимает. И, кстати говоря, обратите внимание, потом еще раз, если сейчас уже не обратили, то Волга река равнинная, верно? А у нас два крутых берега напротив друг друга. Больше такого места нигде нет. Вот если идти от начала или конца реки, только здесь, в Роману и Горисоглебске. Ну, есть, конечно, плюс. Это одна гора соборная, 40 метров. А мы сейчас поднялись на высоту 45 метров, если будем брать за отсчет берег Волги. А противоположный берег увидел с метровой площадки 65 метров. Ну, конечно, Волга здесь уже. Да, тоже заметили. Об этих зданиях поговорим чуть позже. Просто на них сейчас посмотрим. Музей. Итак, первая наша остановочка. Мы идем в музей, да, как было заявлено. Итак, поднимаемся сейчас на второй этаж. Сразу хочу предупредить. Это не крыльевский музей, как некоторые привыкли думать. Нет бивней мамонта. Бегали они здесь или нет. История неизвестна. Просто это залы экспозиции, которые мы посчитали наиболее интересны. Посвящены, конечно, нашим храмам. Первый и главный – это царская овечка. Сейчас мы познакомимся с романовской породой овец. В помещении тепло. Можете раздеться, если есть такая необходимость. Мы сейчас, потому что в этом помещении даже можно посидеть. В том числе и главный – 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 в том числе и главный –